Привет всем! В этом видео я поговорю на немного необычную и не особо позитивную тему для моего канала. О том, что идет с выгоранием, причины и советы, как соответственно от этого избавиться. К слову, в моем телеграм-канале лидировали темы про стиль и анатомию, но в комментариях просили, чтобы я рассказала про выгорание. Окей, я так-то и не против. Сразу скажу, что извиняюсь за отсутствие роликов, на это были свои причины. Ну да ладно. Кстати, сегодня я еще и буду перерисовывать рисунки подписчиков в своем стиле. Видеоряд не особо связан с темой ролика, ведь сегодня я не болтаю про арты. Тут считаю, тема важнее поднимается. Очень и очень важное уточнение. Я знаю, что многие уже видели кучу таких роликов на ютубе по поводу выгорания, но я все еще попробую рассказать о своем опыте, дать советы по тому, как избавиться от этого и как реже связываться с подобной проблемой. Возможно, я смогу нести и свою лепту во все это и дам годный совет, а возможно и нет. К концу ролика узнаем. У меня нет гарантии, что мои советы вам помогут, так что перед тем, как строчить гневный комментарий, подумайте о том, что это просто мои советы, не факт, что они могут помочь кому-то, кроме меня. Все мы разные. Ну а если вы пришли посидеть в моей компании и немного отвлечься, то по классике наливайте себе чайок или же охлаждающие напитки, а я начинаю много болтать. Сразу говорю, я не специалист и советую вам сходить к психотерапевту. А вообще, если вы действительно хотите решить проблему выгорания, то сходите к специалисту и перестаньте смотреть подобные ролики. У меня лично не очень хорошие отношения с психологами, поэтому лучше к психотерапевту уж сходить. Видео было создано, чтобы в каком-то смысле облегчить ваши страдания и понять, что вы не одинок. Я уже вижу, как вы в комментариях после просмотра этого ролика мне строчите о том, что видео не несет смысла и у меня не пропало выгорание после просмотра этого видео, так что автор обманщик и бум. Выгорание накапливалось долгое время и за день и тем более за один мой ролик вы не вылечите это. Поэтому просто воспринимайте видео как осознание того, что выгорание лечится и это не навсегда. Банальная мысль, но есть люди, которые думают, что это состояние с вами навсегда. Но не отчаясь, с вами Аврора, вы Света или Аврора. Блин, назвайте как хотите, мне не принципиально. Аврора это мой псевдоним, а реальное имя Света. Все, договорились. Можете также раскошелиться на подписочку и лайк, чтобы мотивация улучшать свой контент выросла до небес. А теперь приступаем к основной части. Итак, что такое выгорание? Цитирую. Выгорание от английского burn out понимается как состояние физического и психического истощения, возникшее в ответ на эмоциональное перенапряжение при работе с людьми. Вообще тут не обязательно с людьми можно выгореть даже от любимого дела, где только ты и соответственно то, что ты делаешь. Люди не всегда к этому причастны косвенно. Выгорание появляется далеко не просто так. Все начинается с длительного стресса. А стресс соответственно появляется, когда человек не очень хорошо себя чувствует некоторое время по тем или иным причинам. Сразу скажу, я никогда не сталкивалась с выгоранием более чем на месяц, потому что рисование это неотъемливая часть моей жизни. Я попросту не могу не рисовать долго. Без рисования чувствую себя вообще другим человеком. То есть я, Света, без рисования уже не буду той самой Светой, которую все знают, потому что рисование и все связанное с ним это часть меня и моей личности. Мы немного отвлеклись. Выгорание обычно происходит, когда вы устаете от чего-то и были соответственно в стрессе от того, что у вас не ладится с чем-то. Возможно, вы даже не заметите особого стресса, но организм это чувствует. Например, вы устали от любимого занятия или от обстановки. У многих подростков это выгорание из-за учебы, когда ежедневно приходится делать почти одно и то же, так месяцами. Или студенты, или простые работники. Всем рано или поздно надоедает делать одно и то же, поэтому специально для этого созданы каникулы и отпуски. Так выгоранию сопутствует и потеря интереса. Да, даже к любимому делу может пропасть интерес, и это абсолютно нормально. Как, собственно, может проявляться выгорание? Не сужу за всех, но самыми частыми симптомами являются. Сгибайте пальцы. Нежелание что-либо делать. Ну и, соответственно, подобное состояние колеблется от простого «мне лень пойти погулять на улицу в парк в другой части города» до того, что человек даже в туалет не хочет вставать. Подавленное настроение. Ну, тут и так все понятно. Настолько кислая рожа, что даже родственники просят немного улыбнуться. Б. Мысли о том, что твое дело или даже ты сам – это бесполезная вещь, и что в этом всем нет смысла. Просто неуверенность в себе и в своем деле. Пропажа интереса даже к любимому делу, как я уже упоминала. Отсутствие мотивации. Вещи, от которых вы раньше получали удовольствие и радость, теперь приносят вам только негатив. Безразличие ко всему вокруг и даже к себе. Безнадежность и отсутствие веры в хорошее будущее. Каждый день – это день сурка, большинстве своими крайне фиговые дни сами по себе. Отсутствие сил – банально лень встать с кровати. Причиной выгорания также может стать наличие кучи бытовых дел, которые приходится разруливать по мере возможности. Человек не машина, поэтому надо также брать отдых от всего, каким бы заядлым трудоголиком вы не были. Сколько пальцев загнули? Если все, то мне вас очень жаль, вам действительно нужно к психотерапевту, а не смотреть этот ролик. Так, симптомы и причины мы определили. Ну а теперь главный вопрос – что же делать? Важно в таком случае помнить, что все проблемы решаются, так что просто попробуйте относиться к вашему состоянию менее никотина и перестать заострять на этом внимание. Чем больше вы думаете о том, что у вас выгорание, тем соответственно вы хуже в себе делаете. Я конечно не смогла найти идеального решения для всех 8 миллиардов людей на земле, но постараюсь дать какие-то простые советы. Прервемся на минутку спонсора. Хей, я тут недавно сделала стикеры по Евангелиону в своем стиле. Посмотрела неделю назад все ребилды и решила нарисовать фанатский стикерпак. Делала его с душой, данью и уважением к самой франшизе, так что мне будет безумно приятно, если вы добавите себе этот пак в телеграме. Параллельно с ним вышел уже мой авторский стикерпак, уже с моими персонажами, там тоже есть мемчики и картинки, которые просто связаны с моим лором. А то вдруг вы решите поинтересоваться моими персонажами помимо маскота этого канала. Скачивайте оба пака, ссылочка на телеграм-канал и сами стикерпаки в описании. Продолжим. Для начала нужно сменить обстановку и заняться чем угодно, кроме лежания и залипания в ютубчике или инсте, или уж чем вы там занимаетесь. Потому что люди выгорают обычно от того, что они делают длительное время, то есть нельзя выгореть их телу, если ты буквально за него впервые взялся час назад. Любые занятия помимо рисования и учебы мне очень помогали в данной ситуации. Ни в коем случае не надо насильно пытаться пересилить себя, делать то, что вам не нравится и чего вы не хотите. Это действительно важно. Окей, а что делать, если, собственно, вам делать нечего? У вас нет никаких идей по поводу занятий. Я могу предложить вам пару активностей, например, игра на гитаре или укулеле, оригами, вязание, вышивание, уборка, прогулка, принятие ванной или душа, готовка, скраббукинг и много других активностей. Да даже можно выучить язык жестов, а вдруг вам пригодится в будущем. Окей, допустим, вы определились с родом деятельности, которым вы собираетесь заняться, пока отдыхаете от чего-то другого. Но вот вопрос. Как встать с кровати? К сожалению, тут надо только пересиливать себя, потом уже привыкнете и, соответственно, уже не надо будет превозмогать. Тут я, к сожалению, советы дать не могу, просто нужно поднять свою пятую точку. Вот вы уже встали с кровати, молодцы, но ваше психическое состояние все еще недостаточно хорошее, чтобы себя конкретно реализовать. Что делать в такой ситуации? Сразу скажу, что следующие советы резко не улучшат ваше состояние, это просто как дополнительные факторы. Я могла бы порекомендовать скачать приложение для поднятия мотивации и мониторинга настроения. Конечно, в последнее время уже редко пользуюсь таким, ведь я уже меньше нуждаюсь в подобной поддержке. В таких приложениях есть мотивационные цитаты, твой дневник эмоций и просто дневник. Все остальное можно самому найти. Я не то чтобы прям изучала такие приложения, но думаю, такое можно рекомендовать. Подобных приложений просто куча. Можете подобрать любое на свой вкус и цвет. Все они имеют одну основу. Долгое время я ввела дневник эмоций. Три месяца подряд. Каждый вечер садилась, выбирала эмоции, которые бы описала свой день и также дописывала немного текста, мол, дорогой дневник, сегодня я получила кучу хороших оценок или наоборот, я упала и сломала руку и так далее. Я это делала просто потому, что хотела проследить за своими эмоциями и возможно сделать выводы. Не уверена, что подобное поможет с выгоранием, но мне помогало. Как-то лучше на душе становилось, когда я просто изливала душу в дневник и ложилась спать, а потом на следующий день плановать и так далее. Тему дневником закрыли, теперь переходим к теме здорового сна. Да, у меня все очень туго со сном. Это, наверное, единственный пункт, совет, который я сама не выполняю. Ну, потому что я работаю, а работа у меня нестабильная. Я не сижу в офисе, где мой рабочий день начинается в 8 утра, а заканчивается в 5 вечера. Мой тип работы позволяет мне иметь плавающий график. У меня нет толком отпуска, потому что у меня нет начальника. И потому что я сама себе начальник. Ну, да ладно. Так вот, про сон. На данный момент я ложусь спать после часу ночи и могу проснуться хоть в 6 утра, хоть в 10. Тут у меня всегда по-разному. Но суть не меняет, что я сова и сплю все утро. А вечером работаю. Кстати, мне плохо работает после 12 ночи, так что предпочитаю залипать в ютубчике или писать сценарий для ролика, который вы сейчас смотрите. Да, было бы лучше это делать на свежую голову, но кому это нужно? Итак, мы немного отошли от темы. Важно ложиться в одно и то же время, желательно до 12 ночи. Я даже делал эксперимент и реально, если я ложилась спать до 12 ночи, то, соответственно, больше высыпалась и мне снились более сложные и интересные сны. Как контролировать свой сон? Можете поставить будильник. Желательно не сильно громко, чтобы не разбудить всех в квартире, если вы живете не один. Также подходят всякие приложения, которые мониторят ваши сны и дают все данные. Точной инфы дать не могу, потому что сама никогда таким не пользуюсь, но про подобное слышала. Ну, а еще в учебное время я могла даже заболеть из-за недосыпа, потому что иммунитет ослабевал и всякие болячки проникали в мое тело. Не повторяйте моих ошибок и спите нормальное количество часов. В идеале это 8 часов. Вот прям идеально. Если спите меньше или больше, то есть шанс, что вы проснетесь овощем. Если у вас бессонница, то, соответственно, обратитесь к врачу. Пусть пропишет таблетки, например. Отдельный пункт. Также не бояться обратиться к психотерапевту или к другим специалистам. Я сама знаю, каково это бояться сказать близким о проблеме из-за страха осуждения. В таком случае берите ситуацию в свои руки и сами попытайтесь связаться с теми, кто вам поможет. Отдельный пункт про физическую активность. Разнообразьте свои будни и попробуйте хотя бы по выходным заняться спортом. Да, будет вначале сложно, но со временем вы привыкнете и будете чувствовать себя очень энергичными и забудете о выгорании на некоторое время. Если вы не можете себя организовать, то можете взять абонемент в спортзал или бассейн, а также нанять себе персонального тренера. Потраченные деньги вам, скорее всего, будет жалко, поэтому будете заниматься спортом, соответственно. Что ж, я собрала пачку советов, которые мне лично помогали. Про медитацию и все остальное тут ни слова, потому что я не особо говорила о желании подобно заниматься, да и просто не особо верила в это, точнее в эффективности у этого. Мне предыдущие советы помогли по моему состоянию, но я буду рада почитать ваши истории, связанные с выгоранием, другие советы и методы, с помощью которых вы, собственно, победили выгорание. Самые интересные комментарии пролайкаю. И не стоит закрывать глаза на свое состояние и помнить, что долгое выгорание может перерасти в постоянную апатию, а может и даже что-то похуже, но это уже совсем другая история. Бу! Извиняюсь, если кто-то немного дернулся. Небольшое лирическое отступление. Почему же роликов не было почти три недели? Потому что я наконец-то защитила свой диплом и теперь я полноценно окончила 7 лет художки, ура! А еще немного отдохнула. Постараюсь следующий ролик выложить по классике через две недели, не скучайте. Вот такой вот не особо позитивный ролик вышел, но надеюсь его закончить на хорошей ноте, так что скажу, что я начала разработку своего мерча, возможно даже в следующем ролике за анонси его. Пока я продаю локально, так что если вы из Украины, любите мои рисунки, то теперь у вас будет возможность заклеить весь скетчбук моими наклейками. Рисунков на перерисовку артов подписчиков было капец как много и я выбрала только эти два. В следующем подобном ролике перерисую уже другие арты и поговорим на другую тему. Мне писали о том, что я крайне плохо подбираю целевую аудиторию, но ведь меня сами подписчики просили дать советы, так что думаю тут я вписалась. А я заканчиваю лить воду, слишком уж часто отходила от темы. Ролик был больше развлекательным, чем профессиональным объяснением, но надеюсь вам все равно понравилось. Благодарю за просмотр, еще увидимся, пока!